Доброе утро, дорогие друзья! Так, мы видим, что небо хмурое, небо сырое. И так будет еще больше, чем неделя. Ну, а нас труба зовет, новые натюрморты, и у меня идея есть. Кстати, если вы не знали, откуда я беру свои розочки, то вот отсюда. Мне тут все разрешают. Такие хороших хозяев по пальцам. Так, ну что ж. Я знаю пароль, я вижу ориентир. Еще с под красным знаменем прекрасный командир. О, что-то я не то спел. Ну, не важно. Пошли, я возьму сейчас Рекса, возьму вот эту корзинку. О, и мы с вами пойдем в лес. Что-то там увидел. Один на птичку охотится. Зараза пушистая. Тут мне, конечно, никто ничего не разрешает брать. Но мне эти цветочки как раз бы для натюрмортов. И под покровом темноты, или проливного ливня, я церновым. Так, а сейчас, возможно, нас ждет небольшой сюрприз. Пока не скажу, пока не увидим. Так, утренняя встречка. Трудно держать на таком величине. Но, тем не менее, вы видите, что буквально рядом с домом, на опушечке леса, выходит знакомая нам косуля. И радостно так щипает там себе траву. Ну, а мы идем дальше в лес. Да, дорогие друзья, сегодня мы с вами идем в лес. Ну, в последнее время с Рексом редко ходим. То, что в связи с коронавирусом тут заполнили родители с детьми, пенсионеры и прочие категории граждан. И куда бы ты ни повернул, отовсюду вылазит народ. А с Рексом так, он очень любопытный. Он бежит к людям, познакомится, народ шарахается. Я представляю, не представляю, если бы он был черный. Как бы народ шарахался. Но однажды я... Ну, однажды я увидел картину такую. Рекс побежал в кусты куда-то дальше, по другой дороге. Я за ним, смотрю, стоит девочка лет шесть. И гладит его. Хе-хе-хе-хе-хе. А он довольный. Так. Какой дорогой нам идти? По-моему, вот этой. Я вам скажу, зачем вы здесь. Тукуем того, как... Рекс! Пойдем сюда. Сюда пойдем. Вот сюда. Понял, да? Молодец. Я скажу вам, ребята, зачем мы сюда идем. Дело в том, что еще с прошлого лета я заметил, в одном месте растут растения, очень похожие на чернику, листочки. И вот я думаю, сейчас как раз настало то самое время, когда мы будем с вами усиленно снимать дома. Ну и обратите внимание, все вроде мирно, хорошо, но через час пойдет долгий затяжной дождик. И мы с вами, к сожалению, не сможем фотографировать на даче. Я уже соскучился. Ну, тем не менее, попытаемся сделать такой набор черничный натюрмотов. окей? Ну, пошли. Там на месте я уже включу. Да, как всегда, водичку ищут. Ну, вы послушайте. Хорош хлюпать, да, птичек послушать? Люблю лес. Новую лавочку поставили в связи, наверное, с активным посещением народа леса. Что ж, погулял, сядь, отдохни. Все правильно. Так, когда-то здесь лежал обломки черного шифера. Да, сейчас погиб на Деево. Жаль, я хотел его для черники использовать. Это, грубо, неплохое такая подложечка. Иди сюда, куда ты пошел там проездная часть. Ракс! Пойдем. Обидно, да? Ну, ладно. Пойдем найдем кустики смородины. Кстати, я их тоже что-то не нахожу. Машини тоже заросли. Вот только рыться ничего не надо. Я сказал смородины. Ну, нет, конечно, черники. Вот, красивые цветочки. Но мы хоровать не будем. Слишком красиво. Оставим. Вот, начал накрапывать дождь. Пойдем скорее уже. отстань, Рекс. Надо пойти помыть камушек. Как можно и выкнутся сюда. все, пошли. Я так сапога. на прогулку. Не грязнись, валяться. Чучело. Не, ну, это, конечно, свинцы. Мы пришли на то место, где оно должно быть. Это единственное, которое я знаю. и вот на тебе они тут все скосили. Строили дорогу. А молодцы природоохранники. Я действительно знаю только это место. Ахахахаха. Что делать-то? В обед прийти, посмотреть в другом месте поискать или что-то похожее. Но люди, которые знают, как выглядит черника на кустах, их не проведешь. Обидно, да? Они вот как раз на вот этой окраинке были. Ну, ладно. Ну, вот листочки немножко напоминающие. Здесь вот маленькие совсем взять. Ну, я так и сделаю. Ребят, я возьму. Что делать? Придется фальсифицировать. Ну, вот. Я же знал, что не бывает это по-одному, по-одиночке. Так что мы сейчас нальем, положим коробочку, нашу корзиночку, и пойдем домой фотографировать. Отлично. Так, ну, а теперь давайте посмотрим, что мы тут подраздобыли. Я нашел кусочек коры, которые выглядят как лотки небольшие. Мох собрал. Нашел листочки действительно из-под черники, кусочки. Так. Все-таки не удержался, сорвал вот один цветочек. Ну, там их было много. Посмотрю, как будут выглядеть вот эти синие цветочки на фермонтах. Это имитация, можно выбросить теперь, в принципе. Ну, пусть останется. Отборную чернику я взял и малину. И еще варенье черничное. Вот. Видите. То есть сейчас у меня есть все. Не говоря уж о том, что есть куча всяких кружечек, в том числе и синеньких, которые подойдут к чернике. И так как у нас неделя я вам говорил, а то и больше будут дожди и на даче фотографировать не удастся, то мы будем снимать с вами здесь. И будем снимать чернику долго, нудно и много. Я решил сделать конкурс одного фотографа. То есть меня. Не знаю, стоит ли вам будет показывать все мои композиции, натюрмоту, обработку. То есть об этом обязательно напишите. Или через раз, или одну, или вот все. Хорошо? Договорились. Ну а я сейчас позавтракаю и начну. Всего вам доброго. Пока.